То ли кубическая ёлка, то ли подарочный бокс, то ли цифровой пиксель, а то ли просто отсылка к искусству русского авангарда. Каждый зритель может найти свою ассоциацию для нового арт-объекта. У здания фабрики кухни, где теперь размещается самарский филиал Третьяковской галереи, установили семиметровый супрематический куб. Я от всей души хочу поблагодарить нашу замечательную творческую молодую команду Третьяковской галереи, что они продолжают нас радовать своими просветительскими, творческими, креативными проектами. У меня ассоциируется, что этот арт-объект, это новогодняя ёлка с хорошими желаниями, с хорошим настроением, с хорошим праздничным, таким вот подарочным образом. Самарская Третьяковка – это искусство внутри и снаружи. Музей расширяет свои границы, поэтому даже территория вокруг становится местом для творчества. Люди могут, не заходя внутрь, познакомиться с какими-то известными российскими, не только художниками. Это часть такой программы, музея, её публичной работы, музея, очень важная. И вот этот вот объект, я надеюсь, что он будет стартом такой традиции, устанавливать каждый год в преддверии Нового года, может быть, не только, а объекты вот на улице разных художников, разного стиля, опыта, возраста. Но, конечно, для нас было важно начать с такого громкого имени, и мы очень рады, что Николай Полиский согласился. Это мировая величина, такой живой классик ленд-арта, который работал в многих городах мира. Именно для Самары Николай Полиский приготовил свой новый проект – «Супрематический куб». Геометрия и цвет доминируют в искусстве супрематизма. Впервые термин применил Казимир Малевич для характеристики своих абстрактных композиций. К творчеству знаменитого авангардиста и отсылает нас работа Николая Полисского. «Ваш куб» – абсолютно новая моя тема, и вот с цветом. Я вспомнил себя, что я 30 лет назад был живописцем, и вот пытаюсь всю свою жизнь закольцевать. Поэтому здесь уникальная совершенно вещь, но она посвящена Малевичу, потому что люди всегда рассматривают его квадрат, пытаются там что-то увидеть. А вот здесь можно посмотреть, что же там есть. Там есть много-много цвета, потому что черный цвет – это как раз вот, когда все цвета собираются при определенных условиях вместе. И в этом черном есть очень много смыслов. Но видеть Малевича надо духовным зрением. Куб создан из природных материалов. Это 700 стволов, в том числе засохшие, сломленные стихии деревья. Древесину доставили из Никола-Лени в Цоколужской области, а собирали арт-объект уже в Самаре. Что-то такая детская площадка, то есть она в такие цвета была раскрашена. Я вообще люблю все, что связано с деревом. С детства у нас дерево вокруг, поэтому, естественно, и цвета современные, яркие. Ну, лазить нет, нет, не полезем. В новогодние праздники в галерее организуют образовательную программу, посвященную уличному искусству. А официальное открытие всего музейного комплекса на территории фабрики кухни, здание которой само уже является памятником архитектуры, запланировано на первую половину следующего года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.